Всем привет! С вами я, Илона, и мой сыночек Нестор. Вот такой он у меня уже большой, я всем обещала его давно показать. Я показывала его в маленьких коротких видео, которые мы снимали для себя. Но сегодня я постараюсь рассказать о шести месяцах своего любимого сыночка. Сыночек у меня уже такой большой, все понимает, послушный, да? Вот, весит он у меня, ну, последний раз мы его взвешивали, он весил 10 килограмм, но это уже было, я не знаю, полмесяца назад, наверное, в этом месяце я его еще не взвешивала. Ну вот, что нового у нас произошло? У нас появилось два зубика, у нас теперь два нижних зубика есть, он кусается иногда, он кусается совсем немножко, да? Да? Такой мне улыбчивый парень. Позитивный весь. Вот. Зубки мы пережили как бы нормально, я ожидала худшего, он не сильно капризничал, ну, пару раз просыпался ночью, ну, в принципе, было все нормально. Это буквально 2-3 дня, и все прошло. Второй зубик даже как-то незаметно. Они, в принципе, одновременно как-то появились. Вот зубики мы пережили так, спасало нас от того, когда чесали зубки, это вот такой вот грызун, самый обычный, сынок, покажи грызун. Вот такой, он охлажден, его можно охлаждать, но мы это сделали один раз, особо охлажден, ему не очень. Но он у нас немножко с дефектом, так как мама его сварила, хотела убить микробы и немножко переварила. Да, еще очень хорошо помогает, когда у малыша режутся зубки, это кисленькое яблочко. Тогда вы либо же, давайте малышу его, пусть он грызет его сам, либо вот так ложечкой его можно пошкрябать и дать ему зеленое яблочко. Потому что кислота вот эта, она как бы помогает, мне еще бабушки это рассказывали, помогает зубкам, ну, деткам, когда у них режутся зубки. Что еще про 6 месяцев можно сказать такого интересного? Да, естественно, ну, большинство мам начинают прикармливать своих деток в 6 месяцев. Я уже как-то достаточно давно прикармливаю своего малыша, и, ну, в этом плане мы такие очень-таки непереборчивые. Малыш у меня любит кушать, пуп-пуп-пуп. Кушает он в основном сейчас, вот он перешел в 6 месяцев, мы покупаем ему перебелку, варим ее и измельчаем очень мелко, и он кушает ее с удовольствием вообще, он очень ее любит. Яблоки даем, бананы, купили кашку ему детскую, да, кашку купили. Вот, пыталась я как-то давать ему нам, но кисломолочный, но он, к сожалению, его не стал есть, а может быть и к счастью, у нас так целая коробка и пропала. Вот как-то так. Очень любит мой сынок купаться, плаваем мы вместе с ним, я набираю ванну целую, либо я с ним купаюсь, либо папа, либо мы купаемся все вместе, да. Он очень это любит, плавает вместе с игрушками, вот с такими уточками, ему это все весело, интересно. Поэтому даже когда у него жуткая истерика, мы купаемся и все становится хорошо, да. Огукать как-то мой малыш, он особо не огукал. Он у нас уже зато говорил, Дима, честное слово, вот прям сказал Дима. Я это слышала, и муж слышал, поэтому мне не послышалось, но это было всего раз. Да, часто у него проскальзывает там папа, 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 он говорит, очень редко. Ну, когда в основном кричит, это тогда мама. Да, это наша любимая игрушка, это мама чехола телефона, это самая любимая игрушка почему-то. Я не запрещаю малышу ей играть, вот, он у меня один-единственный любимый, поэтому отказывать ему ни в чем не могу, да. Он очень любит на ручках быть, очень любит гулять, на свежем воздухе очень любит спать. Вот, единственная проблема, он не любит сидеть в коляске совершенно, только если спит, тогда сидит в коляске. Ну, или когда мы идем гулять с папой, он, конечно, сидит спокойно в коляске, стоит пойти мне вдвоем с ним, он все, не хочет сидеть ни в какую в коляске. Что еще такого про 6 месяцев? Да, очень полезная вещь, это ходунки для деток. Мы его посадили в ходунки, ему еще не было 5 месяцев. Да, он у нас такой ранний парень. Вот, ходунки это очень хорошее спасение, если бы не они, моя бы семья ходила бы голодная вообще, потому что благодаря ходункам я могу поделать какие-то свои дела. И у нас малыш с самого, не знаю, со скольки месяцев постоянно так вот делал, и с утра он сейчас просыпается, так делает, это значит, его нужно посадить в ходунки. Да, он очень любит там сидеть, но тоже так же с перерывами, он в этих ходунках за мной как хвостик ходит постоянно, вот у нас опять слюней куча, это значит, у нас скоро будут еще зубки, в ожидании еще зубок. Вот, что еще такого интересного вам рассказать, все сразу не могу вспомнить. Так, несколько раз мы уже падали, мамочки, поэтому если у вас малыш упал, вы очень сильно не пугайтесь, но будьте, конечно, очень внимательны, они сейчас такие, очень, он драться еще у меня любит, да, сейчас, наверное, будет драться. У нас есть груша, кстати, папа купил грушу, и они с папой боксируют грушу, ему только говоришь бокс-бокс, он сразу дерется, да? Ну вот, видите, это реакция на слово бокс-бокс, у меня маленький сынок, но он уже такой разбойник у меня, да? Он уже стоит у нас, вот, он сам, если его поставить, он за что-то держится, хорошо стоит, даже сам уже пытается ходить, если его взять за ручки, не дерись, если взять его за ручки, мой кисенька, он будет ходить, поэтому папа его постоянно тренирует, чтобы он ходил, если честно, я хочу, чтобы он лучше, лучше пусть немножко еще посидит, потому что это вообще тогда такой глаз да глаз за ним, ну, это просто не то слово. Очень любит он уже открывать всякие шкафчики, доставать все то, что ему интересно, и поэтому это просто, это просто такой малыш, который, который все хочет знать. Да, и ладушки мы показываем, спасибо, что подсказал, давай, ладушки, ладушки, покажи ладушки, ладушки, давай, ладушки, ладушки, где были у бабушки? Давай, давай, ладушки, покажи, что-то мой малыш стесняется, не хочет показывать ладушки, только дерется, вот, да, он любит вот так вот стукать по столу, ну, такого основного, что в 6 месяцев, ну, как все дети, естественно, он уже давно у меня сидит, такой любознательный, здоровый, хороший у меня послушный сынок, мое счастье, я его очень люблю, не представляю своей жизни без него, вот, если кого-то интересуют какие-то вопросы по поводу малыша, я не знаю, кто-то, может, хочет какого-то совета, либо же мне дать какой-то совет, пишите, я буду очень рада ответить на ваши сообщения, либо же снять видео на эту тему, всем спасибо за внимание, ставьте класс, до скорой встречи, пока, помаши, пока. До свидания, до свидания.